Уважаемые коллеги, доброе утро. Для меня огромная честь сегодня быть здесь, в России, выступать перед вами и рассказывать вам об истории раковых регистров. Вот это то, о чем я буду говорить. Я буду затрагивать вот эти темы прежде всего. Я бы хотел сказать несколько слов о распространенности рака по всему мире. Затем я краткий обзор вам дам истории раковых регистров. И затем я буду рассказывать о двух очень больших ассоциациях. Одна это Международная ассоциация раковых регистров. И вторая это Европейская ассоциация раковых регистров. Давайте посмотрим для начала вот на эту карту. Это скорее всего то, что вы видели уже. Это карта из Глобакана. Это смертность по всему миру. Вы видите, что 8,2 миллиона людей вымирают во всем мире каждый год от онкозаболеваний. Вот посмотрите здесь распространенность. Это Россия, а это распространенность во всех других странах мира. Здесь у нас не только смертность отражается в этом регистре, но также и инцидентность или встречаемость. Вы видите, это 14 миллионов случаев каждый год. Эти данные это расчетные данные. Мы можем подсчитать, что приблизительно 14 миллионов раков в год диагностируются каждый год. Вот откуда же эти данные? Они из раковых регистров, из популяционных раковых регистров по всему миру. Если вы посмотрите на эту карту, то я думаю, что она выглядит довольно оптимистично, потому что вы можете решить, что у нас есть раковые регистры во всех странах мира, и они фактически оплетают с собой весь мир. Но это на самом деле не так. Я хочу сказать, что эти данные это расчетные данные, и они включают даже те страны, в которых нет нормальных регистров на данный момент. Откуда же тогда мы берем данные? Это данные из раковых регистров. И у раковых регистров, у них очень длинная история. Первый раковый регистр был Бостон 1926-1929 года в Гамбурге. И позвольте мне кратко показать вам карту. Это Германия, и вот здесь Гамбург. Это город Гамбург. И конечно же, я должен добавить еще одну стрелочку. Это Любек, это мой родной город, в котором я сейчас живу. Наш регистр находится вот здесь. Это небольшой федеральный город, 8,5 миллионов. У нас небольшой регистр, он маленький, но очень хорошо организованный. Мы, если вы правильно собираете данные, то я хочу вам сказать, вы можете очень многое сделать, даже если регистр не очень большой. Вы можете использовать и не только для системы здравоохранения, но и для исследований. Это мой основной фокус. Я сам являюсь исследователем, и я сам занимаюсь раковым регистром, потому что я хочу, прежде всего, чтобы это были валидные данные для дальнейших исследований. Но мы об этом с вами будем говорить в четверг более подробно. После первого ракового регистра, который был основан в Гамбурге, и прошло какое-то время, и затем вы видите дальнейшее развитие событий, канцевые регистры в Нью-Йорке, в Коннектику в 40-е годы, в 42-м году это датский регистр, в 50-е и 60-е годы скандинавский регистр, канадский регистр. И вы видите все скандинавские страны, канадский регистр, они уже следовали за немецким. В 53-м году раковый регистр в ГДР был начат. Все эти раковые регистры по всему миру, у них один дом, и это как раз МАИР. Это международная ассоциация раковых регистров. Вы видите здесь домашнюю страницу, скриншот домашней страницы этой ассоциации. И вы видите здесь, что через несколько недель буквально у нас будет наше ежегодное совещание. Мы его организуем в одном из континентов, и следующее у нас совещание будет в Мумбаи, в Индии. Вы также можете увидеть... Ариана вам уже это показывала. Вы видите здесь инцидентность рака на пяти континентах. Это еще один регистр. Это не только IC, это ICR. Это другая ассоциация, которая также принимает во внимание, принимает участие, извините, в развитии этой очень важной публикации, создании этой публикации. МАИР был основан в 1966 году. Он представляет 450 регистров по всему миру. Ассоциация находится в Лионе во Франции, как уже говорилось, и она находится очень близко к штаб-квартире ВОЗ в Женеве и очень плотно сотрудничает с международным агентством по исследованиям в области рака ВОЗ. Основные цели это гармонизация, ассоциация, регистрация онкозаболеваний. Предоставляет также поддержку другим регистрам. Создает совместно с МАИР, создает ПО, помогает в создании ПО для регистров. Работает от публикации. Мы видели уже, что этот регистр, инцидентность рака на пяти континентах является очень важной базой данных. Если ваши данные вашего регистра опубликованы в этом издании, то вы действительно становитесь истинным регистром. Это фактически работает как индикатор качества, потому что это означает, что вы получили некую верификацию. Если ваши данные действительно опубликованы, значит, это означает, что они соответствуют всем стандартам, международным стандартам регистрации. Предоставляет разнообразные ресурсы для исследователей в области рака. Также в интернете вы можете посмотреть на все эти данные по инцидентности или по встречаемости. Также дает вам расчетные данные на будущее и публикует разнообразную документацию. Я вам покажу несколько больше. Покажу подробнее, как это все выглядит. Вот, посмотрите, это опять скриншот нашей странички, веб-странички, которая посвящена стандартам. Здесь у нас стандарты, особенно по кодированию, по МКБ, по первичным и вторичным. Да, я думаю, что мы о многом будем говорить уже в рамках нашей программы подробно. Еще один момент, это момент, связанный вот с этой публикацией. Это очень хорошая фотография. Вы видите здесь разные публикации разных лет. И сейчас мы с вами подходим к 10-му. Извините, 10-е уже вышло издание, и сейчас мы собираем данные для 11-го издания этого регистра. Очень интересно проследить также развитие этих регистров и как эти публикации все развивались. Вы видите, как ушла эволюция. Вот 60-е годы, у нас всего лишь несколько стран участвовало, и популяция была незначительная. Затем вы видите развитие просто по количеству. И последнее издание, 10-е, включает уже 450 регистров разных стран. Огромная выборка, огромная популяция. Соответственно, у нас регистры развиваются. Они эволюционируют не только по качеству, но и по количеству. Теперь давайте посмотрим все-таки, что же нас ожидает в будущем. У нас огромная работа предстоит. Вы видите, здесь две важные цифры. Это процент популяции, которая покрывается регистром по инцидентности рака. А это процентов, которых покрывает статистика по летальности. Соответственно, у нас огромная работа, далеко не полное покрытие. Если вы посмотрите на Африку, то у нас вообще там два процента, даже ноль смертности. Огромная работа нам предстоит в этих регионах. Это означает, что у нас есть много регистров, 450, но это далеко не означает, что все страны мира действительно покрыты этими регистрами. Давайте посмотрим только на европейский регион. Вот это карта Европы. В Европе у нас есть страны, темным помечены, у которых стопроцентное покрытие регистром. И затем у нас есть несколько стран, где у нас всего лишь частичное покрытие. И есть также отдельные регистры. Например, как в Италии, больше 40 у них регистров в одной стране. В каждом районе свой собственный регистр. Это довольно забавно. Но на самом деле они неплохо сообщаются каким-то образом. Если мы с вами посмотрим на эти 450 регистров, то 150 это приблизительно в Европе, и они все находятся в единой системе, в единой системе раковых регистров. Это европейская сеть раковых регистров. У них очень интересный управляющий комитет. Вы видите, здесь такие маленькие фотографии, но тем не менее, вы видите Надю, она является членом этого управляющего комитета. И я являюсь председателем этого комитета, что для меня большая честь. Он был основан в 1989 году, довольно старый регистр, перенесла старая ассоциация регистров. И с 2014 года эта сеть помещается в Европейской комиссии, в исследовательском центре Европейской комиссии. Это огромное агентство исследовательское, которое включает больше 300 людей. Они работают в этом агентстве, представляя разные части Европы. И приблизительно 10 человек работают в базе данных Европейского регистра по раку. Мы же являемся как раз управляющим комитетом и в основном занимаемся Европейским регионом. Итак, что же мы хотим достичь при помощи нашей сети? Каковы наши основные цели и задачи? Наша основная цель – это, прежде всего, улучшить качество и улучшить сопоставляемость этих данных, а также доступность к этим регистрам. Таким образом, чтобы у нас были хорошие данные по встречаемости заболеваний. Затем, мы бы хотели также создать базу для мониторинга инцидентности и смертности в Европе. Я бы хотел с вами также поделиться тем, какие наши основные соображения. Мы бы хотели получать регулярную информацию по бремени от онкозаболеваний в Европе. И мы также хотели бы продолжать работу над регистрами с тем, чтобы у нас был постоянный поток информации для системы здравоохранения, для того, чтобы мы помогли системе здравоохранения планировать деятельность, планировать бюджетные линии и, следовательно, проводить исследования. Итак, что же мы сделали за последний год? Давайте посмотрим. За последний год наша большая задача была, прежде всего, улучшить систему проверки данных. Потому что, когда вы регистрируете данные в регистре, вам нужно проверять эти данные. И у нас была огромная рабочая группа, которая несколько раз встречалась. И мы очень активно обсуждали как раз проверку данных при регистрации. Затем, на данный момент мы разработали новую версию электронного инструмента проверки данных. Это означает, что это инструмент онлайн. Вы туда вводите данные, и автоматически идет проверка данных. То есть это программное обеспечение онлайн. Затем у нас новая система Call for Data. Соответственно, все регистры в Европе получили вот такое приглашение для того, чтобы они могли подавать свои данные в ENCR. И есть электронный портал, в который вы подаете данные. Там идет проверка, и затем данные загружаются в базу. Этот инструмент доступен в интернете, если вы заинтересовались. Это одна единая общая процедура для всех регистров. Это на самом деле технический отчет. В этом техническом отчете вы увидите всю систему оценки качества данных, проверки данных. Это открытые программные обеспечения онлайн для проверки данных. В мае 2015 года мы вот такой запустили призыв к сбору данных, которыми назвали Call for Data. Это также доступно в интернете. Там вы можете найти список всех переменных, так скажем, или всех данных, которые регистр национальный должен подать в портал. Затем в портале вы нажимаете или ставите галочки в определенные поля, и таким образом вы позволяете обрабатывать данные. Я хотел бы вам показать несколько примеров, как вы можете использовать данные. Первая – это программа EuroCare. Скорее всего, вы знаете об этой программе, слышали они до этого. EuroCare собирает данные по выживаемости в Европе и сравнивает выживаемость между разными странами и регионами. Это очень важный момент и очень важное приложение этих данных. И затем из нашего регистра мы отправляем в EuroCare данные, и таким образом анализ выживаемости проходит. Затем, скорее всего, вы слышали также о программе Concorde. Им также интересны наши данные из регистра, которые мы собираем в ИНСР. И мы также хотим создать обсерваторию рака в Европе. Это означает, что мы хотим получить все данные в одной базе данных. И это база данных. Затем к ней можно будет получить доступ. И абсолютно все в Европе могут посмотреть на эти данные, могут их проанализировать, могут генерировать свои собственные карты или цифры, которые необходимы для работы. Вот это небольшой пример. Если вы зайдете на этот сайт ecoirc.ir, вы можете задать свои фильтры, проанализировать, например, по РМШ, смертности, встречаемости. Вы получите вот такой интересный график по странам, где у вас самая высокая смертность, самая высокая инцидентность. А вот это рак легких, например, вы можете разнообразные пороковые значения задавать. Таким образом, вы получаете карты, вы получаете графики. Это очень важный момент, если вы хотите провести исследование. Позвольте мне перейти к выводам. Я полагаю, что я смог вам продемонстрировать, что регистрация раковых заболеваний, безусловно, имеет длительную историю, почти что 100 лет уже у нас эта история. И я думаю, что вы уже увидели, и мы еще раз вам это продемонстрируем в течение наших дней семинара, что раковые регистры очень важны. Это важный источник для системы здравоохранения, для отчетности и для исследования. Эти регистры сегодня все чаще и чаще используются для контроля и для улучшения качества раннего выявления, терапии, скрининга. А также для меня, поскольку я также клиницист, для меня это самая главная цель, самая большая, конечная цель регистрации. Мы хотим улучшить терапию, улучшить помощь пациентам, не просто для сбора данных, мы хотим это использовать по благо пациента. Это самое главное. И вот этим комментарием я бы хотел закончить свое выступление. Безусловно, я открыт любым вашим вопросам и комментариям. Спасибо. Объясните, пожалуйста, если кто-нибудь захочет стать членом, что нужно делать? Вопрос. Кто может стать членом? ИНСР или МАИР? Надо сказать, что любой регистр, популяционный регистр, может стать членом обеих ассоциаций. Я полагаю, что то, что касается Аярк, это понятно, она открыта всему миру. Европейская сеть также имеет довольно широкое определение Европы. Так скажем, вы видите, что у нас Россия включена в европейский регион, и я полагаю, что это действительно так. Я не знаю, как вы себя чувствуете, когда вы видите вот карту, где вы определяетесь как Европа. Не знаю, какие ваши впечатления. Может быть, я должен задать, наоборот, вам этот вопрос. Может, вы мне как-то это прокомментируете. Но мы включаем Европу, включаем Россию в Европу. Я думаю, что мы так близко друг к другу. Спасибо. 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 Спасибо.